Всем привет! Вы на канале Салмар. Как вы привыкли, кто нас уже знает, мы снимаем всегда и стараемся это делать. Новинки в области различных технологий, планшеты, смартфоны и не только. Кто уже нас видел раньше по поводу планшетов, мы делали обзор на T-Class, на ноутбук T-Class и этот бренд нам как-то запал в душу, потому что он отличный именно по цене. Он конкурентоспособен сравниваться с другими брендами, которые в разы дороже, но по качеству ничем не уступают им. Итак, сегодня мы поприветствуем суперновинку 22-го года T-Class T-40 Pro. О! Данная новинка вышла в январе 22-го года. Мы ее чудом отхватили и поспешили снять обзор, чтобы наши зрители и кто тоже хочет отхватить хороший планшет, понимали в чем состоит его плюсы, возможные минусы. Итак, приступим! Что мы знаем в общем в нашем 21-м веке, что планшеты окончательно заняли нишу как универсального гаджета для использования в различных целях. Тем более, что данный планшет можно использовать и как мобильный телефон, и как средство связи через интернет. То есть, у него есть слоты и для сим-карт. Поэтому, приобретая данный планшет, а именно T-40 Pro, мы получаем, я так считаю, 3 гаджета в одном. И как мини-телевизор, что все-таки экран нормальный такой, не маленький. И смартфон, и постоянный источник интернета, потому что он может работать как и посредством Wi-Fi, и посредством сим-карты. То есть, мобильный интернет в данном планшете у вас обеспечен всегда. Данная новинка, что мы можем по ней сказать? Если видим визуально, быстро скажу, кто вот смотрел про M40 Pro, у него тоже 10 дюймов. Но, визуально видим, коробка уже меньше, потому что у нас планшет пришел значительно меньше в размерах именно граней. Сейчас я вам это продемонстрирую. Закругленные грани. Видите? Он не квадратный, как предыдущая версия. Каемки значительно уже. Соответственно, он получился легче по тем же размерам, но занимает меньше места. И также, повторюсь, кому нужно ветреную погоду, можно его использовать как прикрытие. И он точно поместится в ваш карман и своими углами не порвет ваши карманы. Что нам заявляет производитель? Производитель нам заявляет, что T-класс T40 Pro супер новинка, выполнена из цельного куска алюминия. А значит, он отлично лежит в руке. Он не перегревается. И очень радует своим дизайном за такие небольшие деньги. В особенности радуют его рамки, как я уже сказал, которые максимально узкие, аккуратно закругленные. И как это уже принято во всех современных планшетах. То есть, это уже видно, что не бюджетный вариант, а можно сказать, что почти как флагманский планшет. Ну, если взбирать в бренде T-класс, конечно же. Кто любитель айпэдов, ну, ясно, тут у кого есть лишние 1000 евро, тут не поспорить. Айпэд всему голова. Во главе угла, значит, у нас что есть? Яркий 2К дисплей на 10,4 дюйма. Разрешение 2000 на 1200 пикселей. А значит, ну и мы и видим, картинка идеально четкая. Шрифты гладкие и аккуратные. Также он идеально подходит для чтения, для просмотра Full HD видео и других вариантов потребностей ваших, мои дорогие зрители. Яркость у него составляет 305 нит. Причем, заявляет производитель T-класса, он регулируется автоматически. То есть, яркость. Значит, визуально, что я могу еще сказать? Он такой же звук стерео, мощнейшая батарея на 7000 ампер. Чем он начинен? Так, именно пока снаружи. Значит, заряжается он от блока питания на 18 ватт. И отличается, вот, например, от предыдущей версии. Не знаю, это минус или нет. Уже вам решать, переходников тут уже у нас нету. Значит, обычный USB, именно европейская розетка. То есть, как я вам говорил, если ехать за границу, переходников тут уже нету. Но он отсоединен, соответственно, USB. И можно заряжать вот посредством вилки в розетку, вставлять. Ну, или вот USB кабель, который можно подключать уже к абсолютно всем видам гаджетов. И его синхронизировать, ну и заряжать, соответственно, синхронизировать. Также у нас есть скрепочка для извлечения сим-карт или флешки. Довольно-таки удобная, я смотрю, скрепка. Не сэкономили, не пожалели. Ну, металла или уже сплава, сидит она в руке очень удобно. Так, рамка это для перевозки, чтобы планшет был в безопасности. Так, что тут у нас есть? Литература. Очень много литературы. Не буду все раскрывать, не хочу никого пугать. Кто захочет приобретать, будет читать, уже сам ознакомится. Да, есть все языки. И сюрприз. Пропала книжечка Т-класс. Фирменная их фишка. Цветная. Я не вижу ее. Видимо, все-таки, как я уже говорил, картон подорожал и решили на этом сэкономить. Это ясно, не минус. Но как мне это нравилось, я думаю, многим тоже. Нас лишили такой радости. Книжечка, знаете, была в виде ноутбука. Вот. Кстати, кто ее хочет увидеть, посмотрите мои предыдущие видео. Ссылку, конечно же, оставлю в описании. Значит, что у нас еще есть? Я уже говорил, звук стерео, 4 динамика по периметру. Это сохранилось и от прошлой модели, вот как пошло от M40 Pro. Это очень хорошо. В качестве процессора у него стоит мощнейший унисок Tiger T618. Пишется он как тигр, то есть мощный такой, рвет как тигр. Восьмиядерный чип, который состоит из двух мощных ядер. Cortex-A75 и шесть обычных Cortex-A55. Создан данный чипсет на базе 12-нанометрового техпроцесса. Так что может считаться вполне современным, мощным и эффективным. Значит, за графику у нас отвечает Mali-G52 с рабочей частотой до 850 Гц. Конечно, я считаю, это достаточно. Для такого планшета, для такой ценовой категории уточню. Зависит кто, кому уже как повезет и зависимости в какой стране вы находитесь. Он стоит примерно от 170 евро и выше. Уже зависит, как вы его отхватите. Если скидка на Алиэкспресс Черная Пятница, как бывает, это уже другой вопрос, дешевле. Если не с посредственного оператора, то дистрибьюторы, может дойти до 250 евро его цена. Уже зависит, кто как его отхватит. Значит, он у нас имеет 8 ГБ на 128. То есть, оперативка 8 ГБ. Это значительное отличие и улучшенная память, если сравнить с предыдущей версией. Очень хорошо получается, оперативная память рулит. Он не должен виснуть, должен поддерживать игры. Также, конечно же, можно память и расширять. Что у нас еще вот есть? Значит, передний модуль, камера 8 Мп, задняя 13 Мп. Значит, они поставили сенсор от Sony. Получается, что фотографии и видео должны получаться более-менее нормальные. Но зависит, с чем сравнивать. Если вы, конечно же, любитель фотографий и вы цените качество, конечно же, этот планшет вам точно не пригодится. Можете его не покупать. Потому что это ни о чем, если сравнивать с камерой, которая сейчас есть по 108 пикселей. Но кто ценитель, кому нужен большой вот размер именно экрана, пользования, юзание такое повседневное, но и иногда сфотографировать, что-то снять, то Welcome! Это планшет то, что нужно по соотношению цене, качество и начинке. Значит, оснастили данный планшет модулем Wi-Fi 2.4, Bluetooth 5.0, поддержит он 4G-сети через Nano-SIM-карту. У него есть A-GPS, GLONASS, GALILEO. Ну или кому нужна китайская версия, китайская система BeDo тоже присутствует. Так что можно ехать смело и в Китай. Что еще можно сказать? Если видите по графике, я считаю, что IPS, его матрица, качественно улучшена. Данный планшет, видно, что постарались его обновили. Проверим скорость интернета. Видели, да? За секунду загрузилась. Так, что же мы посмотрим? Сейчас. Знал я один канал известный, очень хороший. Так, что тут у нас есть? А, вот он. Не знаю, если все знаете. Вот. Мне рекомендовали его смотреть. Говорят, отличный канал. Так, попытаемся его воспроизвести. Видите качество? Я считаю, отличное. Уточню, на нем даже защитная пленка. Я считаю, качество очень хорошо. Видите, подсказка вот. Как выйти из полноэкранного режима. Как вы считаете, мои подписчики и зрители канала? Хороший планшет за такие деньги вот? Воспроизводит, я считаю, картинку он отлично. И начнем с того, что мы сделаем... Набирает, кстати, он в тестах Антуту больше 200 тысяч попугаев. Я считаю, это отлично для планшета бюджетника, но с начинкой флагмана. Да, не побоюсь этого сказать. Я приятно удивлен. Мне очень нравится. Поэтому, кто приобрел или кто приобретет, скажите ваше мнение. Ясно, что оно может не совпадать. Но я считаю, это очень отлично. По соотношению цены-качество. Вот посмотрите на этого красавца сзади. Значит, алюминиевый корпус. Сейчас пишут, что металл, надеемся. Но проверять, я думаю, не будем. Плавить его не стоит. Камера отлично выполнена. Еще раз повторюсь, от Sony установлена. 13 мегапикселей. Я считаю, отлично. Кстати, мы будем делать фотографии. Смотрите нас. Если вы помните, я делаю всегда обзоры недели с планшетом. Если будут просьбы сделать пораньше обзор, я, конечно же, сделаю. Так что вы мне пишите комментарии. Если надо, без проблем, буду день и ночь снимать. Хоть каждый день, как он себя ведет в различных ипостазах. Вот. Так, вот посмотрите меню. У него, значит, листается и так. И так. То есть, основное меню. Надо шторку вверх. Так, посмотрим, что тут вообще у нас есть. А, ну, владелец. Можно, кстати, имя менять. T40 Pro. Юридическая информация. Вот две симки. И 128 гигабайт оперативка и 8. То есть, оперативка 8 и 128 основная. Вот, насчет памяти я вот хотел вам показать. Видите? Он показывает и в цифрах, и в процентах. Это очень хорошо. Кстати, планшет абсолютно пустой. Ничего я в него не качал. Видите? 10% занято системой. Вот. 12,59 гигабайт. То есть, занято и 128. Хочу сказать, что это очень мало. Это радует. Потому что у смартфонов больше занимается изначально память. Android у него 11. Вот. То есть, по сути, 10% это ни о чем. Это не так уж и много. Можно стерпеть. И еще можно его наполнять вот различными файлами. Видите? Вот система 12 гигабайт. А остальное все по нулям. Значит, можно использовать его как фото и видео снимать. Музыка. Игры. Приложения просмотра видео. И другие приложения. Это файлы куки. И все такое. Разный мусор, который, кстати, надо очищать. Когда хотите, чтобы планшет всегда быстро работал, надо память очищать. Кэш периодически чистить. Как вы убираете у себя вот в доме, в квартире. Так нужно чистить и планшет. И тогда он будет вам служить всегда верой и правдой. Быстро. И летать. Значит, еще что в конце хочу сказать. Кроме звука стерео, значит, качелька громкости у него слева. Вверх-вниз. Включение-выключение у него тоже тут сверху, сбоку. Идет над качелькой громкости. И слот для сим-карт у него идет вот тут рядом с динамиками. С крепкой, когда извлекаете, можно вот достать лоточек. На этом все. Общий обзор я сделал. Я его вот хотел быстрее выложить, чтобы вы ознакомились с новинкой. Жду комментарии, что вы хотите, может, узнать, увидеть на практике. Если комментариев будет много, я сказал, выложу раньше. Если нет, я собираюсь сделать обзор уже после, как его чуть поюзаю. И пойму вообще, что с ним. Какие, может, есть минусы. Пока минусов никаких, меня все очень радует. Он отлично, если взять по эстетике и по качеству, так если по эстетике, эстетично, шикарный вид, красавец, аккуратно сделан, не люфтит корпус. Как будто собирали его бережно, тщательно, и каждый планшет был проверен на все виды брака. Значит, по начинке общие впечатления отличные, хороший планшет, мощный. Что могу сказать? Можете его смело покупать на данный момент. Кто любит проверенную технику, ждем мои обзоры. Подписывайся на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok